Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Схватка за 40 секунд, вряд ли можно назвать ее залежней Но это быстрое залеживание, у меня быстрое залеживание Есть как бы волчков, полочков вроде Блин, Маргулис, извини Короче, тюлень-контроль у него есть, медленное залеживание Привет Питеру Возрико, ты почему не борешься? Я готовлюсь сейчас к операции Сейчас на колено Ладно, мне интересно с тобой разговаривать Там пацаны друг друга убивают Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Иван, вы смотрели на борьбу? Да, я сидел за столом, смотрел на борьбу. Но я не всю борьбу видел, не все схватки. Ну, из того, что видел сам. Тут, как бы, таких сабмишенов, мне кажется, не было особо выдающихся, но были интересные схватки между такими равными соперниками. Ну, Мага Матеев боролся с Идрисом, проиграл удушающим. Такая, мне кажется, была схватка ровная. Владик боролся с Идрисом тоже. А, Мага выиграл Канарей, когда первую схватку. Вот, кстати, наверное, это самый такой сабмишен был сегодня клевый. Категории? Я. Заявляешься в абсолютной категории? Тебе первый. Первый заявился? Да. И самый легкий? Не знаю, наверное. Пока что, да. Сколько сегодня хил-кука взял? Три. Реально все хил-куки? Ковер номер два. В финальной схватке удушающим приемом победил Абдул-Хамидов Магомедов. Абдул-Хамидов. Абдул-Хамидов. Спасибо. Абдул-Хамидов. Ильяс, а тебе просто не под цвет глаз, да, золотые медали? Ну, просто серебро, благородный металл, золото слишком пафосно. Оправдашки. Погоди, я сейчас придумаю. Так, у меня была травма, я вообще не хотел бороться. Твой любимый хомячок заболел. Я сюда даже не приехал. Не приехал, потому что дорого, потому что дела и семья. Все, домой? Да, да. Или все-таки в абсолютку? В абсолютку. Или домой? Да, домой. Или в абсолютку? В абсолютку. Погнали домой? Домой, домой, пить пиво. Скажи, пожалуйста, как так? Ты выиграл категорию и в абсолютку не заявился. Что это такое? Усталость в первую очередь. Ты все свои силы потратил в начале? Да, вот на Ильяса в том числе. Вот, вот, денежки, денежки, да, вот, держи, вот. Не надо себя вот так. Все, я понял. А ты где занимаешься? В каком клубе? Стрела. Стреля? Я через 2 поясе? Янису. Крутяк. И какой пояс? Синий. Нормально. А по тарану еще? Надеюсь, скоро поход. Янису слышишь, надеюсь? Передай ему привет. Янис, я синий хочу. Янис, я синий хочу. Я тоже выиграл. Это синий хочет. Я тоже выиграл. Я хочу синий. Это наш подарок тебе на свадьбу. Да, он женился, кстати. Позвольте. Яниса. Янис, ты красавчик. Это для тебя мы взяли медаль. Победитель стал Рукин Константин. Это твой первый опыт был по EDC? Да, первый. Вообще до этого там не боролся. И на самом деле подсыкивал, потому что как бы... Ну, ноги моя ахиллесова пята. Те разы, когда я проиграю в соревнованиях, вот за последнее время, это стабильно были ноги. Ахилл на Воронеже, там парню проиграю, привет ему, кстати. Хорошая, клевая Ахилл. Проиграл молодому человеку, привет ему, кстати. Ну, Харченко проиграл с круткой. Так что сейчас я над этим работаю, закрываю эту область. Поэтому это был для меня такой стрессовый. В абсолют заявился? Да, заявился. Или домой? Домой. Или в абсолют? Да не, в абсолют, конечно. Ты что, бороться надо, побеждать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Магомед, вы не будете бороться? Дружба прежде всего. А как же спорт, красота там? Знаете, всегда будет исключение. Шансик мой очень хороший друг. Через неделю ничего не собираюсь. Кто в итоге выиграл? Ну, сейчас вы все увидите. Давайте сохраним интригу. Ну, давай, задай мне право, вопрос. Скажи, насколько отличается борьба по правилам EDCC от борьбы, скажем, по другим обычным федерациям? Слушай, сложно сказать. Все, в принципе, ребята все те же самые. Тут разница в правилах, конечно. Здесь полегче, потому что, ну, для меня. Потому что все-таки я, ну, люблю болевые на ноги. Причем разное. И сегодня, конечно, в своей весе не получилось сделать, да. Амара все красиво прям зашел. Честно говоря, много я удивился. Так, конечно, в России, если смотреть, мне нравится уровень судейства. Здесь очень мало бывает, знаете, непоняток по судейству. Потому что, ну, Леонид за каждого судьи всегда смотрит. Если какие-то, например, по СИА схватки, он сам судит. Да, больше ответственность. Вот так, ну, мне в целом лично нравится себе всегда эти сети. Леонид, коротко. Я понимаю, что сейчас очень занят. Коротко. С кем это? Кто где? А, мы мы проходили. Коротко. Оценка по пятибалльной системе турнира. Ну, честно, пять. Оправдал все ожидания. Не ожидал ничего большего. Ожидал именно такое количество участников. Ожидал именно такую атмосферу. Собственно, к этому шел и такую атмосферу создавал. Да, и весь наш коллектив. Мы создавали большим нашим коллективом. Эта атмосфера у нас там. Ну, человек пятнадцать участвовал в организации мероприятия. И студий было много, которые проходили практику, которым я вручил также студейские лицензии. Так что приходите на наши чемпионаты. Следите за нашими новостями, за нашей активностью. И я уверен, что мы не разочаруем. Да, и ваши ожидания подтвердим и реализуем. Как это еще можно сказать? Ожидания. Мы их, что мы с ожиданием делаем? Оправдаем. Оправдаем. В общем, оправдаем ваши ожидания. Спасибо. Спасибо. Как нога? Нормально. Колено? Да. Все верится? Да, нормально. Ну, это сегодня нормально. Обычно колени на завтра. Посмотрим. А нафига терпел? Или не было больно? Не было больно вначале. Потом он дернул и пошел. Или хотел все-таки 10 секунд? Не, 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 не делал не в 10 секундах. Реально. Оказалось, что не шла. В общем, хороший опыт. Где сложнее бороться? Ну, тебе лично. По правилам ADC или, может быть, там, IB, ZF, NILA? Да, сейчас у меня все равно где бороться. Мне везде комфортно. То есть, тебя не напрягают? Нет, меня не напрягают совершенно ноги. Я борюсь как и в ГИ, так и в Науги. Ну, в общем, скорейшего выздоровления. Спасибо большое. Спасибо.